Один из самых ярких кейсов сети магазинов косметики и парфюмерии Рада с помощью ДС удалось всего за 4 месяца развернуть и выстроить процесс оцифровки и маркетингового учета. Мы на эту сцену хотим под громкие действительно аплодисменты, может быть я со сцены не слышу, не знаю, пригласить очаровательных и успешных бизнес-леди. Соучредителя исполнительного директора сети магазинов косметики и парфюмерии Рада Юлию Смирнову и Светлану Сковородко, топового эксперта по внедрению UDS. Громкие и мощные аплодисменты, не зря мы вас здесь с такими концертными номерами роскошными заряжаем. Ну а вас мы приглашаем на эту сцену. Добрый день. Я обещала себе не волноваться, но не знаю, наверное, набрала. Хотя, наверное, после прошлого года, когда у меня пропал голос, потом вернулся, потом опять пропал перед вами, да, мне уже не должно быть ничего страшного. Так, ну что, всем снова здравствуйте. Я привезла вам образцово-показательный кейс, образцово-показательную компанию. И мне очень хочется, чтобы это выступление было по-настоящему вдохновляющим для каждого здесь присутствующего. В обеденный перерыв удалось со многими поздороваться. Вы подходили ко мне и говорили, там, о, ветеран внедрения, там, ветеран любви и работы с продуктом. И действительно, за эти годы мы прошли с самого нуля, с первых запущенных лицензий до нетиповых, нестандартных, сложных, важных. И, наконец-таки, удалось найти вот этот баланс, когда приходит сильнейшая компания, в которой есть что оцифровывать, с классным маркетингом. И получается по-настоящему многоуровневый эффект синергии. И мне сегодня хочется, чтобы в этом кейсе вы смогли отразить объединенность силы, мощи между разработчиками, внедренцами с методологией, с предпринимателем, у которого есть менеджмент, у кого есть что оцифровывать, с сотрудниками внутри компании и, конечно же, с пользователями. Поэтому с огромной гордостью я представляю вам Юлию Смирнова. Это человек, который достигатор, который умеет создавать потрясающие результаты и видит, как возможности UDS преображают ее бизнес, делают его более прибыльным и классным. Юля, тебе слово. И кликер. Давай, ты будешь властелин внедрения. У тебя будет способность переключать слайды. Правильно. Круто. Вообще очень круто стоять на этой сцене. Классно, что есть такие мероприятия. И в период пандемии отвыкаешь, что можешь видеть в одном месте столько людей. И это очень здорово. Классно, что пригласили меня поделиться кейсом, потому что я послушала контент, посмотрела, кто выступает. Я вижу, что больше, скорее всего, здесь внедренцев, либо людей, которые связаны как партнеры. Я не являюсь партнером UDS. Я являюсь просто таким, знаете, живым потребителем, который приобрел этот продукт и использует его в целях роста маржинального дохода своего бизнеса. Меня действительно зовут Смирнова Юлия. Я являюсь соучредителем трех компаний. Две из них торговые, одна из них консалтинговая. Сейчас я буду говорить про сеть магазинов Рада. Немножечко расскажу о ней. Немножко покажу статистик, те, которые есть у нас на сегодня. Выглядим мы вот так. Мы находимся в Калининграде. Вот ей был Сахалин выступал, да, классно, такие в майках лидеров, да, оранжевая. А мы вот с другой стороны, Калининград. У нас сейчас 19 магазинов. Мы открываемся, 4 на стадии открытия. Есть интернет-магазин, который мы запустили. И на рынке мы 17 лет как розничная сеть, 28 лет как оптовая компания. И буквально вот год-полтора как консалтинговая компания. Спасибо большое. Спасибо. Если вот буквально кратко рассказать о том, какие мы и себя, что мы представляем, то в розничной сети у нас 65 человек. Причем буквально 12 человек – это административный состав, все остальное – это продавцы и управляющие, которые нам сразу, честно скажу, руку не пожали за то, что мы взяли UDS. Они понимали, что будет большая работа, будет что-то, что им придется делать иначе. Иначе это значит не так, как раньше. И надо будет поднапрячься, и что-то, что-то, короче, будет, понимаете. Я так скажу, я знаю UDS лет 5, наверное. Два года я смотрела внимательно, что с ним будет, уйдет он с рынка, останется он, можно ли его использовать как инструмент. И буквально полтора года, как я его использую и применяю. Вообще бизнес – такая штука, когда ты используешь и ищешь очень много инструментов. Потому что вести бизнес и добиваться, чтобы он год из года рос, как показатель дельта-моржи, отношения год к году – это сложный труд. И действительно надо идти в ногу со временем и находить все новые и новые инструменты. И UDS для меня – это на сегодняшний день в розничной сети один из базовых инструментов, потому что я его вплела во всю жизнь сети, в правила, в оргполитику, в финансовые мотивации, в игры, в тайных покупателей. То есть все, что только может быть. На секундочку, сейчас у нас оцифровано 120 тысяч клиентов. Я так поняла, что это много, потому что я послушала. Я, честно говоря, я не знаю, какой компании, сколько оцифровано клиентов, потому что эта статистика закрыта. Хотя я считаю, что… Я вижу, что есть много игр среди внедренцев, да, и вот лидерского состава компании – это очень круто. Но нет никаких игр, которые могли бы объединять компании, которые используют этот продукт. Поэтому было бы круто, если бы вы тоже посмотрели на эту идею. Юлия хочет машину. Мне, кстати, нравится машина. Неплохая. Я готова ей обладать. Вот. Хорошо. Есть численность сотрудников, есть клиенты. 120 тысяч клиентов. Если рассматривать одного клиента как домовое хозяйство, мама, которая ходит в магазин, и у нее есть, ну, как минимум, еще два человека в семье, а в Калининграде примерно миллион сто населения, то это 30% населения сейчас находится под маркетинговым контролем. Это то население, с кем я могу свободно общаться и получать обратную связь. Представляете, да? Какой это ресурс. Потому что, продавая любой бизнес, в первую очередь покупают не магазины, не товар, покупают клиентов, да? Вот тот состав, который есть. Поэтому эта программа, она крутая штука для меня. Юлия оцифровала 1% от 12 миллионов скачиваний. Да, я, кстати, посмотрела, что 12 миллионов скачиваний, у меня 120 тысяч – это 1% UDS. На секундочку, да? Да, круто. Да, у меня примерно 15 тысяч наименований, я вообще очень социальная, я участвую в различных проектах социальных по поддержке, там и животные, и люди. Так, у меня 3 минуты. Листаю. Я ничего не контролирую. Да, Света, спасибо большое. Какие проблемы решал UDS? Я посмотрела, все решали примерно одинаковую вещь. Хочу только сказать, что я немножко стормозила, и до того, как запустить UDS, мы создали свой программный продукт, мы вложили достаточное количество денег на базе 1С8, мы его создали, и в месяц, когда его надо было запускать, я все-таки приняла управленческое решение, и мы запустили UDS. УDS, представляете? Это прям было такое, я сейчас вижу правильное решение, но такой путь наш был не совсем простой. Конечно, внедряли мы со Светланой. Для меня всегда очень важно во внедрении любого продукта, я их внедряю много, чтобы был человек-эксперт, который возьмет меня за руку и проведет через этот путь с минимальными потерями времени. Все мы знаем, что время – это тот ресурс, который вообще никогда не восполняется, он просто прошел, потерялся, и больше его нет. И для меня он очень важен. Могущество организации вообще измеряется скоростью движения частиц, поэтому я взяла Светлану, Светлана взяла меня, мы с ней прожили классные 4 месяца, все внедрили. Моя команда, она была готова это делать. Кстати, фотку поставили как раз в период пандемии, такая наша была какая-то обученная координация. Я звоню Юлю, спрашиваю, как у вас в пандемии дела? Она говорит, знаете, мы с Остраху продали больше, чем за все годы до этого. Так испугались пандемии, что удвоили результат. Да, пандемия был классный период, мы действительно поставили по двум компаниям больше шести рекордов, и мы гордимся этим периодом. И мы действительно… Спасибо большое. Действительно, я прочитала огромное количество семинаров на эту тему, как быстро переобуться в воздухе и сделать из такого сложной ситуации большой классный продукт. в тот момент, когда многие замерли. Команда была моя согласна внедрять. Любой бизнес я смотрю как математику. Я вижу не людей и процессы, я вижу статистики. Статистики в моих компаниях замеряются еженедельно. Вот это прямые скрины статистик по UDS. Когда я стала его внедрять, я определила шесть или восемь статистик, которые еженедельно показывали мне как кардиограмму. Вот как она внедряется, что она мне привносит в бизнес, где мы падаем, где растем. Еженедельно до сих пор, вот уже полтора года, мы принимаем различные управленческие решения для того, чтобы этот бизнес рос и UDS укреплялась. Поднимаете, да, почему мы с Юлей договорились быстро? Какой шел, такого я встретил. Ну да. Вот. И сотрудники. Опять же говорю, сотрудники не сказали мне спасибо, никто там не поблагодарил, цветы не слал. Но мы тренировали, мы записывали видео, мы проводили всевозможные обучения, игры, розыгрыши, все что угодно, для того, чтобы наши сотрудники включались в этот продукт. Но сегодня они включились, я тоже не представляю, что бежу жизнь без него. Ой, а можно теперь я? Я же не могу, вы же понимаете, что корпоративный университет – это мое все, а когда он стал клиентским, это вообще глобальная такая моя работа, денная и ношная. И я горжусь тем, что не только у нас, как у молодой IT-компании, есть собственный корпоративный университет внедрения, да, но еще наши клиенты, наши преподаватели. То есть Юля совершенно на альтруистических таких начинаниях приехала, привезла свою команду, выступала, вкладывалась. И она прям так щедро делилась своим управленческим опытом. Мы всей командой внедрения организаторов записывали за Юлей, конспектировали, чек-листы ввели, тут же публиковали, в мануалы превращали. Это вот и есть-то синергия, то многоуровневое такое оцифрованное, лояльное преображение, эволюция, да, как Саша сказал сегодня. Я смотрела на свою презентацию про эволюцию, а университет наш называется ГИС Кэмп Эволюшн. Я вспоминала Ольгу Шебецкую, Сашу Лукьянову, 17-й год, как мы создавали всю эту инфраструктуру внедрения. Конечно, огромное вообще благодарны за ваше доверие. Спасибо большое. У нас такой красный ноль тут светится. Это уже все, можно? Я буквально, чтобы закончить. Ты прощелкай. Хочу сказать, что да, я перещелкну, перещелкну. Блин, вот много результатов, прям настоящих, больших о том, что смотрите, вот эти 120 тысяч человек, это не случайно скачанный QR-код, это 97% покупающих внутри клиентской базы. Это люди, которые постоянно возвращаются. Это сокращающее время возврата. Это количество отказов на установку, то есть на 10 человек 8 устанавливают и пользуются, и возвращаются. И Юля этим управляет сама, без внедренцев. То есть они уже больше года сами абсолютно ставят цели и достигают их каждую божью неделю. Спасибо большое. Спасибо. Моя личная радость, я вот люблю больше всего статистику, это сколько заходит покупателей, сколько чеков, и сколько из них были с помощью UDS. И вот у меня на сегодня из 10 покупателей только 2. Принципиально не хотят работать с программой, но это пока. Мы много сэкономили, не буду заостряться на этом. Мы используем классные инструменты, которые вы выпускаете, и я рада, что UDS развивается. Я это вижу, я это наблюдаю. И очень горжусь тем, что я взяла продукт, который не замер. Он растет и развивается так же, как и я развиваю свой бизнес. И здесь у нас очень хорошая синергия. Я использую Helper, я использую другие таргетированные. Я пробую кросс-маркетинг. Вот с эсек я на связи. Тут у меня не выходит совсем с кросс-маркетингом, сертификатами. Но мы на связи, мы пробуем, что-то с этим делаем. Пандемию, кстати, мы взяли и открыли интернет-магазин в UDS за несколько дней. И прямо у нас пошли покупки, мы были счастливы от этого. Их было не очень много. Но это было какое-то стабильное данное, которое помогало нам пережить непростой период. Я исполнительный директор в компании, нахожусь в ней буквально каждый день. Моя главная статистика, за что мне мои соус-собственники и я сама себе плачу деньги, это развивающийся бизнес. Это бизнес, который может расти, быть жизнеспособным, где доходы превышают расходы и плюс еще копятся резервы. И вот эта статистика по годам – это маржинальность на один средний магазин, потому что в сети нельзя рассматривать маржинальность в совокупе. Можно открывать в магазине, маржа будет расти. В розничной сети маржинальность смотрится по среднему магазину по марже. И вот синий график, самый синий, вот 4 года здесь, с использованием UDS как одним из инструментов. Вот так выросла маржа на один средний магазин. Здесь поквартальная статистика. Это вот вам живой результат того, как можно это применять. Спасибо большое. У меня… Не буду уже заостряться я. Я немного освоила в UDS. У меня есть задача освоить вот эти инструменты. Я с ними работаю, я не сдаюсь, и я хочу, чтобы мой доход был еще больше. И да, я напоминаю всем, кто внедряет какие-либо продукты, неважно, какие вы их внедряете. Самое главное всегда – это технология, дисциплина и огромное, огромное желание это сделать. Вот очень мне понравилось, как сейчас с любовью стихотворение было рассказано со сцены. Тоже таким самым лучшим продажником. Поэтому я всегда за разумное, классное бизнес-сообщество. Еще раз спасибо, что пригласили меня с моим кейсом. Мне это очень приятно. И очень приятно моей компании и моим ребятам, которые у меня работают. В завершении я еще раз огромное благодарность выражаю разработчикам. Лично Вячеславу, Ушенину, спасибо тебе огромное за все, что ты делаешь для нас, для всех. И знаете, вот в такое напутствие талант и стабильность – это признак мастерства. Юля прирастает в своей оцифровке по 5000 новых пользователей каждый месяц внедрения. Стабильно. Несмотря на то, что Калининград ограничен. И мы не показываем QR-код, чтобы вы, не доезжая до Калининграда, там оцифровались. Это люди, которые живые и потребляющие. Я желаю вам всем в ваших бизнесах такой оцифровки, в ваших внедрениях таких клиентов. И нам огромного количества новых пользователей, которые любят наш продукт. Спасибо, друзья. Огромное. Юля, спасибо. Юля, спасибо.